Библейский портал экзегет.ру представляет Продолжаем читать Евангелие от Матфея на портале экзегет.ру, глава 24 И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю, вам не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Вопрос, почему в данный момент ученики Иисусу показывают здание храма? По всей вероятности, это связано с историей строительства или реконструкции Иерусалимского храма. Она была глобальной, она длилась в продолжении около 50 лет, И по всей вероятности, к каждому празднику Пасхи постепенно открывались те или иные уже отреставрированные здания. По всей вероятности, было нечто подобное и сейчас, когда Иисус вместе с учениками пришел на празднику Пасхи. Но Господь говорит, что не останется здесь камня на камне. Конечно, все это очень смутило и заинтересовало учеников. И поэтому читаем дальше. Когда же сидел он на горе Ильонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века? Итак, видим, что в вопросе учеников понятие гибели Иерусалима или разрушения Иерусалимского храма и второго пришествия, как мы его называем, или твоего пришествия и кончины века являются вещами равнозначными, практически тождественными, отчасти это и понятно. Если ученики Господа знают, что Он Сын Божий, если они знают, что храм посвящен Его Отцу, Богу Отцу, то для них автоматически срабатывает, что тот, кто поднимет руку на храм Бога Отца, тотчас вызовет не только свою погибель, но и погибель мира. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». Мы видим, что это, пожалуй, самое важное, Господь в своем ответе, начиная объяснять, когда это будет, также не разделяет между собою гибель Иерусалима и эскатологическое свершение. И толкователи ставят вопрос, почему так делает Господь. Многие из них отвечают, толкователи, что это делается в педагогических целях, потому что, если сказать, объяснить апостолу, что гибель Иерусалима одно, а кончина века другое, то можно спровоцировать их ослабление подготовки к приходу Господа. Господь не хочет, чтобы так было, и поэтому сливает, как бы в одно событие, и кончину Иерусалима, и кончину мира. Говорит о том, что многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос» и многих прельстят. Здесь, по всей вероятности, выражение «Я Христос» нужно понимать в историческом контексте. Дело в том, что действительно, в то время, когда Господь проповедовал, и после его уже вознесения славного, по Палестине ходило много именно помазанников, так называемых в кавычках, то есть Христос, Христов, которые обещали людям хорошую, благополучную, экономическую и политическую жизнь. Вот их имеет в виду Господь. И начинает говорить о том, что обилие таких Христов – это уже один из признаков, в данном случае, кончины Иерусалима. Но, с другой стороны, и здесь об этом уместно сказать, второй момент. Первый – педагогический, почему Христос сливает эти два события, вместе соединяет. А второй момент, по всей вероятности, может быть обозначен так. Гибель Иерусалима является образом кончины мира. И то, что зреться будет апостолами в том, как будет происходить уничтожение Иерусалима и разрушение Иерусалимского храма, образно это будет символизировать то, как будет перед Вторым пришествием. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не уросайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней». Вот на слух сложно определить, о чем здесь говорится. И о том, и о другом. И о гибели Иерусалима, и о Втором пришествии. Но в словах «смотрите, не ужасайтесь, надлежит всему тому быть и дальше, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство» многие поднимают как указание на то, что против христианства восстанет весь остальной мир. Потому что народ на народ в единственном числе употребляется здесь в обоих случаях термин, а также царство на царство. И тогда эти слова, конечно, относятся к кончине мира. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прелестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевшись до конца спасется». Вот в этих только что прочитанных словах мы видим, что делается акцент на любви и на обратной стороне любви, то есть на ненависти. Конечно, пожалуй, здесь речь идет о том, что в конце времен очень эмоционально будет выражаема ненависть людей к тем, кто носит имя христианина. И та ненависть, которую они будут выражать по отношению к христианам, она именно обозначается вот такими словами, что многие возненавидят вас, будут предавать вас на мучения и убивать вас. Причина, Господь объясняет, она очень проста – просто ненавидит. Но если ненависть всегда является обратной стороной любви, можно поставить вопрос, а что эти люди любят, если ненавидят Христа и христианство? По всей вероятности, мир сей, лежащий во зле, со всеми его благами. Как это небанально звучит, если бы мы обратились сейчас к апостольским учениям на этот счет, то нашли бы, например, слова апостола Иакова, который говорит «всякий любящий мир врагом Божиим становится». И проповедано будет сей Евангелие Царствие по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Ну, поскольку, когда эти слова Господь произносит, Евангелие еще не было написано, или та книга, которую мы называем Евангелием, то мы понимаем, что здесь под Евангелием Царствия мы должны понимать именно то, что Господь совершает спасение, именно то, что спасение совершено, будет проповедано по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Что значит «во свидетельство всем народам»? За этим словом стоит тоже своего рода эмоциональный окрас, потому что свидетельствуется часто противником то, что произошло на самом деле. Иными словами, Господь свидетельствует, что в конце времен будут и найдутся обязательно те, кто не будет хотеть принять Христа, будет ненавидеть Его. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». Вот эти последние слова, конечно, свидетельствуют о призыве, как можно быстрее действовать для того, чтобы спастись. Вообще, вот начиная с 15 стиха, «Итак, когда увидите мерзость запустения, локально относится, конечно, к осаде Иерусалима, который был окружен войсками императора Тита. Осада длилась очень долго, страшные времена наступили. То, что у пророка Даниила выражено, именно мерзость запустения, стоящие на святом месте, читающие, да разумеет». Но дальше, сказав о том, что тот, кто хочет спастись, нужно действовать как можно быстрее, не теряя ни минуты, видите, это выражается так, «кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои», то есть в город пусть не бежит за одеждами, а дальше «горе же беременным и питающим сосцами в те дни, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». А вот эти слова уже говорят нам о том, что поработитель иудейского народа, мы можем сказать, что это действительно Рим, будут действовать с крайней жестокостью, «горе беременным, питающим сосцами в те дни». Это слова об этом. Под мечом оккупантов здесь, надо сказать, не щадились ни женщины, ни дети. А слова о том, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, связаны с тем, что зима – это очень суровое время, и людям очень тяжело пришлось бы, если бы это было так. А по поводу субботы, это связано с тем, что суббота застала бы многих иудеев врасплох, ведь они соблюдали субботний покой. И, естественно, надеясь на Бога, или лучше сказать евангельским языком, искушая Бога, могли в субботу не предпринимать никаких действий в надежде, что Бог их защитит. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала до ныне и не будет. Если мы обратимся к иудейской войне, произведению иудейского историка Иосифа Флавия, то мы найдем там слова о том, какой страшной была осада и разрушение Иерусалима со стороны римского войска. Он говорит о том, что погибло в общей сложности миллион двести тысяч человек в Иерусалиме и в окрестностях его. Говорит о том, что от голода люди сходили с ума и начинали есть человеческую плоть. И говорит о том, что все это последовало за то, что Израиль отступил от истинного Бога. Когда читаешь Иосифа Флавия, или когда читаешь вот эти слова, о которых говорит Господь, можно для сравнения книгу Второзакония, 28 главу, там, где пророк Моисей говорит иудеям, что последует, если они оставят веру в единого истинного Бога, если предадут его. А мы говорим, что здесь предательство налицо, поскольку был неузнан Мессия, был отвержен и был убит. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамени и чудеса, чтобы привестить, если возможно, и избранных. Не исключено, что с этого места начинается уже учение Христа о кончине мира, поскольку здесь упоминается не только о лжехристах, но и о лжепророках. О них говорится вместе. А это значит, что учение уже идет в плоскости религиозного объяснения того, как будет. «Вот я наперед сказал вам, итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молнии сходят от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где труп, там соберутся орлы». В этих словах толкователи видят прикровенные указания Христа на антихриста. Господь нигде не употребляет этот термин «антихрист», а вот так косвенно упоминает о том, кто придет под именем его, и указывает здесь вот такими загадочными словами. «Вот он в пустыне, вот он в потаенных комнатах». Господь говорит, не выходите и не верьте, потому что истинное пришествие в мир Мессии, «второе пришествие» не может быть никем не замечено. Оно будет подобно тому, как молния исходит от востока и бывает видна даже до запада. Господь в подтверждении того, что это будет так, говорит тоже непростое выражение, «Ибо где труп, там соберутся и орлы». В контексте слов, которые мы разбираем, по всей вероятности, это поговорка. Поговорка, которая апеллирует к очевидности происходящего перед глазами. То есть, подобно тому, как если появляется труп, над ним собираются обязательно птицы, которые склевывают это мясо, точно так же признаки второго пришествия в мир Мессии, которые Господь обозначил, не могут не быть незамеченными. «И вдруг», и дальше Господь начинает объяснять, какие это признаки, и почему их нельзя не заметить, «И вдруг после скорби дней тех солнца, померкнет и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Итак, первый признак его очевидного пришествия и скорого пришествия – это катастрофы космического масштаба. Это именно колебания законов мира бытия. Померкнет солнце, соответственно, и луна не даст своего света, звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе». Ну, под знамением здесь однозначно святые толкователи и древней церкви, и последних времен, конечно, видят крест, крестное знамение. «Явится на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силу и славу великую». Ну, знамение и явление Сына Человеческого будет настолько мощным, мощнейшим, сильным, что никакой человек, никакая плоть человеческая не будет в состоянии спокойно увидеть и воспринять совершаемое перед его глазами. По всей вероятности, об этом говорят толкователи, нечто подобное с нами случается, когда на нас надвигается какое-то страшное стихийное бедствие. Те, кто, например, был недалеко от страшных волн, которые иногда захлястывают огромный промежуток земли, они понимают, что становится страшно. Воле их порабощается, человек цепенеет и не в состоянии ничего сделать. Это выражается именно термином «восплачутся все племена земные», когда увидит вот это великое действие, совершающееся на небесах. «И пошлет ангелов своих с трубой громогласную и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Ну вот здесь, конечно, слова нам говорится опять о том, что ангелы с трубой громогласной будут действовать, то есть, опять же, ни не увидеть, ни не услышать, не представляется возможным для человека, а также испутать это с каким-то другим явлением. Для всех однозначно будет понятно, что здесь начинается второе пришествие. «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Итак, когда вы увидите все сие, знайте, что близко предверях». Мы видим, что основные признаки второго пришествия Господа начинаются с притчи или с поговорки, которая была у иудеев, и заканчиваются сравнением, апеллирующим именно к очевидности происходящего. Там было, где труп соберутся орлы, здесь, если вы видите, что набухли листья на дереве, то вы знаете, что близко лето. Точно так же, если все сие увидите, о чем Господь предупредил, знайте, что не миновать в скором времени второго пришествия. «Истинно говорю, вам не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, не ангелы небесные, а только Отец мой один, но как было в одни ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». И дальше Господь дает признаки, но вот слова прочитанные о том, что никто не знает о дне и часе том, даже ангелы не знают, и слова о том, что не придет род сей, как все сие будет, конечно, заставляют нас утверждать, что не случайно каждое поколение человеческого рода знает, интуитивно чувствует, что в его, этого поколения дни может случиться второе пришествие. Но самое главное, на этой интуиции и духовной своей не останавливаться, а делать последующие важные выводы, то, что нужно к этому готовиться. Это тоже педагогический момент. Каждое поколение может встретить Христа. Поэтому каждый человек, вне зависимости от того, где, когда он живет, он должен иметь определенную подготовку. В чем эта подготовка заключается? Или же лучше сказать, чем нам лучше не страдать, чтобы быть бодрыми и встретить Господа? Господь объясняет. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии сына человеческого. Ибо как во дни Ноя перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел вновь ковчег и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие сына человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется, две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется». Это слова о том, что жизнь будет бить ключом, что у большинства из человечества не будет никаких мыслей о втором пришествии. Ели, пили, женились, выходили замуж. Но и свидетельствовал многим, что идет потоп. Свидетельствовал даже не словами, а тем, что он сто лет строил свой ковчег на виду у очень многих. Десять лет строил, двадцать лет строил, тридцать лет строил. Ничего не происходит, кажется, человеку. Можно есть, пить и веселиться. То же самое и в пришествии сына человеческого. Двое будут на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. То есть и ожидающие Господа, и ожидающие будут трудиться на одних и тех же работах. Но все будет происходить именно не по внешним критериям, а по внутренним. Если сердце беспокоится и ждет Христа, то ты с Ним. А если тебе нет дела до того, когда Он придет, и что с тобой будет? Ты останешься на земле. Или лучше сказать, в погибели. «И так бодрствуете, говорит Господь, потому что не знаете, в который час Господь, Господин ваш придет». Вот призыв к бодрствованию. К чему Он призывает каждого из нас? Бодрствовать – это значит быть внимательным. Это значит не лениться и заниматься единым, на потребу, самым главным, тем, чем нам заповедовал Господь. А самое главное заповедь – покаяние. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И поэтому можно утверждать, как это ни странно, может звучать. Тот, кто не приносит постоянного перед Господом покаяния в своей греховной жизни, тот не бодрствует, тот не ждет его. «Но вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего, потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приден Сын Человеческий». Вот, по сути дела, еще одно подтверждение этой неожиданности, этой внезапности для человека, праздноживущего, второго пришествия. «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его придя найдет, поступающим так, истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб, тот будучи зол, скажет в сердце своем, «Не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет Господин, работая того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов». Но надо сказать, что вот эта последняя притча Христа дает нам право утверждать, что у каждого из нас, даже если мы не дождемся второго пришествия, таким пришествием будет день смерти. А вот когда смерть придет действительно из нас, никто абсолютно не знает и не может утверждать. Поэтому нужно быть готовым. И здесь одним из главнейших критериев готовности выступает не просто бодрствование, а именно жизнь по любви, любовь к ближнему и ограждение себя от страстей. Любовь ближнего выражается именно тем, что раб служит своим имением ближним, а жизнь как ограничение себя от страстей это именно запрет есть и пить с пьяницей и бить товарищей своих. Если по крайней мере мы будем стараться делать, чтобы в нашей жизни было как можно любви к нашим ближним и чтобы как можно меньше было порочных состояний, то у нас есть надежда встретить господина своего и не быть рассеченными и не подвергнуться одной участи с лицемерами и не попасть туда, где будет плач и скрежет зубов. На этом заканчивается 24 глава Евангелия от Матфея.